Расскажи, пожалуйста, о себе. Зовут меня Александр, 30 лет мне сейчас. В зависимости было достаточно долгое время, порядка, наверное, 10 лет своей жизни. Препараты употреблял, наркотические разные, абсолютно. То есть зависимость была? Да, зависимость была достаточно тяжелая. Отсюда выплывало достаточно много проблем во всех сферах моей жизни, начиная от работы, семьи, то есть во всех отношениях. Это мешает мне жить правильно, нормально, как живут обыкновенные люди. Пробовал бороться с этой зависимостью не раз. Может быть, по незнанию обращался в разные медицинские учреждения. Ну, скажу так, результата особого не было. Я называю, это были небольшие перерывы неупотребления. Потом узнал об этом центре, в Запорожье, о клинике Василенко. Узнал, да, от, скажем так, от одного знакомого, который тут получил помощь. И все-таки решился, потому что, я подчеркну самое главное, в первую очередь, я сам хотел что-то поменять в своей жизни, отказаться от этого. Потому что я на тот момент осознавал, что это мне мешает. Но просто у меня самому побороть эту проблему не хватало сил абсолютно. Вот. Сейчас уже после того, как прошло лечение, живу трезво. Порядка, ну, если чуть-чуть крылить, порядка двух лет уже, да. Порядка двух лет живу отлично. Жизнь поменялась кардинально. И такая, какая она была до этого, и какая сейчас стала, довольно-таки она изменилась в хорошую сторону. Конечно, это было сложно, но проблемы были разные. Проблемы были, то есть, как бы, если их назвать факторы срыва, было достаточно. Были определенные проблемы, которые тянулись за мной с моей жизни в употреблении. Вот. Были какие-то новые проблемы. Ну, скажем так, так как я уже на этот момент был трезвый, я пытался эти проблемы решать, закрывать. А в тот момент, когда я был в употреблении, я уходил опять в зависимости. То есть, я ломался, опять уходил в зависимости, я просто, я их забывал, скажем так. А они просто накапливались, как определенный ком, и этого потом невозможно было остановить просто. Вот. Еще столкнулся с гораздо большей проблемой, сам я с Донецкой области. Вот. Начались у нас волнения определенные, началась война, то есть, это тоже существенно изменило мой уклад жизни. Мне пришлось уехать. Уехать в друг в город, в Харьков, начинать все с нуля абсолютно. Ну, и начать с нуля, 30 лет, довольно-таки тоже сложно. Вот. Ну, я не скажу, что это мне, хотя это довольно-таки сильный фактор срыва, но настолько мне здесь помогли, я подчеркну. Я хотел этого сам, здесь меня направили, помогли. Если кто-то из вас хочет избавиться от этого, это все реально и это несложно. Главное, как бы стараться самому, а здесь вам помогут направить в правильное направление. Лечение проходило у меня достаточно положительно, хорошо и результативно, скажем так. А что поменялось в жизни у родителей? Ну, у родителей, во время зависимости, это, ну, отношений, можно сказать, не было. Они были полностью сокрыты, перечеркнуты. Со мной невозможно было общаться, абсолютно. То есть, я не воспринимал никакую критику, никаких советов. Я считал, что я умней всех, что я контролирую любую ситуацию, которая есть. Хотя, на самом деле, это было совсем наоборот. Сейчас, когда я уже, скажем так, два года живу в трезвости, изменилось все. Я начал с нуля в новом городе, достаточно хорошо устроился, в принципе, нашел достаточно хорошую работу. Было сложно. Первые два месяца было достаточно сложно. Но я не сдавался, просто я поставил себе определенную цель. У меня не было никаких факторов, которые могли бы меня с ним сбить. И я потихонечку к ней шел. Бывало такое, что не с первого раза получалось. Но, тем не менее, я все-таки ее достиг. По отношению к родителям, к родственникам, к близким мне людям, все тоже поменялось. Поменялось, конечно, не сразу. Не сразу, но то, что я делал в будущей зависимости, то, какие поступки совершал, я их, в принципе, понимаю. Почему на тот момент и в дальнейшем было определенное недоверие ко мне. Но так как это была исключительно моя вина, я относился к этому с пониманием. Ну и меня это никак не цепляло. Ну вот, время потихоньку шло, шло. То есть, и определенными своими поступками, какими-то, ну, знаете, жизнь потихонечку налаживалась. В принципе, сейчас отношения вообще идеальные, отличные. Как на равных доверие есть абсолютно, там, как взрослому нормальному человеку отношения. Нет никаких подозрительных взглядов, нет никаких, ну, таких вот ситуаций скользких, которые могли бы повлиять на меня, скажем так. Саша, для человека, который возвращается к нормальной жизни, очень важно уйти от прежнего окружения. Как тебе волос и как ты относишься к тому, что ты сейчас видишь? Да, ну вот, я расскажу. Просто вот дело в том, что за это время отношения каждый раз чуть-чуть, вот, оно менялось. В начале, когда я закончил лечение здесь и уехал, да, нет, даже не так, когда я проходил здесь лечение и, там, задумывался о своих поступках, о том, что я делал, мне казалось, что любой зависимый человек, который был в реальной тяжелой зависимости, он может понять, что меня толкало на это, да. Когда я пролечился, вернулся домой, я начал смотреть на людей, зависимых, скажем так, с определенной степенью жалости, потому что мне даже было противно, что я когда-то был таким, вот. И я их жалел, я жалел их только из-за того, что, ну, я их замечал, ну, это несложно заметить человеку, который был в зависимости от такого же этого. Вот, и я их жалел, потому что я знал, что у любого из этих людей есть, там, может быть, прекрасное будущее, но они просто от этого отказываются, и, а конец у этих людей у всех одинаковый, то есть, он печальный. Вот, сейчас, когда уже прошло почти два года, то есть, теперь у меня как-то все перестроилось, теперь я, например, вообще не могу понять, как я мог совершать такие поступки. То есть, я смотрю на это трезво, абсолютно чисто, и я понимаю, ну, это просто, ну, не описать словами, это достаточно. Ну, и сейчас просто я уже привык жить трезво, вести нормальный образ жизни, чего-то добиваться, радоваться, то есть, вообще, и уклад жизни поменялся. Тогда все сводилось к одному, то есть, в зависимости, дни летели один за другим, они однообразны, ничего, ничего нового, хорошего не происходило. Сейчас я достаточно легко радуюсь разным простым вещам, они приносят мне массу, там, позитивных эмоций. У меня получается, я радуюсь своим, там, каким-то достижением, победам, то есть, мне этого достаточно хватает. Я живу достаточно разнообразно, хорошо, весело, как нормальный, здоровый человек. Что ты можешь пожелать тем людям, ребятам, родителям, которые будут, возможно, тебя видеть, смотреть, слышать? Да, ну, если так сказать, да, конечно, терпение, само собой. В первую очередь, ребятам, которые хотят, хотят избавиться от этого, у которых есть твердое такое решение, у них это реально получится. Страшного в этом ничего нет, то есть, уходя отсюда, я не боялся возвращаться. И с первого дня, как я отсюда ушел, у меня не возникала мысль о возреблении наркотиков, абсолютно. То есть, я ушел отсюда, я вышел, и мне казалось, что я так и жил до этого. То есть, у меня не было воспоминаний, там, связанных с наркотиками, то есть, абсолютно, как вычеркнуто. То есть, определенный период моей жизни был вычеркнут. Да, были вещи, которые там могли об этом напомнить, но они не могли расшатать меня. То есть, я достиг цели свои, я этому радовался, я не хотел, как бы, терять эту победу. Родителям, родителям, конечно, они натерпелись с нами, со всеми, это однозначно. Это достаточно тяжело сейчас, я прекрасно понимаю, насколько это было тяжело, да. И родителям хочу посоветовать, да, ну, не сдаваться с этой проблемой, конечно, ее нужно решать. Но вот именно в этом месте есть реально возможность ее решить. И не только решить, а поставить точку в этом абсолютно большую и жирную. Спасибо за счастье. И вам спасибо. Всего доброго.